Здравствуйте! Мы говорим с вами об изобразительном искусстве. На стыке с двух больших исторических эпох Средневековья и Нового Времени в культуре Западной Европы случился невероятный прорыв в искусстве. Этот период получил название Возрождение или Ренессанс. Родиной его была Италия. Через какое-то время новые Вени дошли до стран, лежащих в северной Италии, таких как Нидерланды, Германия, Франция и Англия. Здесь тоже начался подъем культуры и искусства. Это явление получило название Северное Возрождение. Северный Ренессанс в основном питался трудами мыслителей, в которых красной нитью проходила мысль о новом человеке, центре вселенной, венце божественного творения. Под влиянием этих идей художники Северного Возрождения, так же как и их итальянские коллеги, основным объектом искусства провозгласили человека и поставили его в центр мироздания. Особое место в ряду живописцев того времени занимает немецкий художник Альбрехт Дюрер. Он был шелокообразован, эрудирован, занимался математикой, был инженером, писал стихи. Дюрер считается первым западноевропейским теоретиком искусства. Им написано несколько трактатов, в том числе четыре книги о пропорциях. Руководство к измерению циркулем и линейкой. Руководство к укреплению городов, замков и теснин. Альбрехт Дюрер был не только мастером живописи, но еще прекрасным рисовальщиком. Его перу принадлежат по-научному точные, но в то же время поэтичные рисунки различных трав и растений, животных, эскизы трапировок, голов, рук и так далее. Мы знаем, что художник много путешествовал, в том числе посещал Италию, чтобы осваивать новые живописные техники, а также приобщаться к лучшим достижениям современного ему искусства. Сохранились замечательные по своей свежести пейзажные зарисовки различных мест, сделанных мастером дороги. Причем выполнены они в технике акварели, и считается, что именно Дюрер стал первооткрывателем этого жанра. Свои наблюдения, полученные в путешествиях, он записывал в дневнике, который получил название «Семейная хроника», одна из первых автобиографий в истории западноевропейского искусства. Благодаря полученным в поездках знаниям, он стал применять математические расчеты для создания на картинах человеческих фигур, обладающих правильными пропорциями, а также использовать точную геометрическую линейную перспективу. Как и многие художники своей эпохи, мастер создавал картины на религиозные сюжеты, расписывал церковные и створчатые алтари. Кроме того, Дюрер был выдающимся мастером портрета. Причем он опять-таки первым из художников является создателем ряда автопортретов. В самых знаменитых из них художник запечатлевает себя как человека, обладающий высоким статусом в обществе, обеспеченного полного чувства собственного достоинства. Не без некоторого любования своей действительно привлекательной внешностью, гармоничными чертами лица, обрамленного роскошными каштанами, бьющимися волоконами волос. Несмотря на выдающиеся успехи в живописи, наибольшую славу и коммерческий успех Дюрер приобрет благодаря гравюрам. На появление этой отрасли искусства повлияло изобретение книгопечатания. Это произошло как раз в Германии в середине 15 века. Родившаяся как часть оформления печатной книги, гравюра приобрела невероятную популярность как среди художников, так и среди народа. За свою творческую жизнь Дюрер создал немало гравюр, как отдельных листов, так и целых серий. Однако самыми прославленными графическими работами художника считаются три листа, за которыми закрепилось название «Мастерские гравюры». «Псадник, дьявол и смерть», «Святой ироним в келье» и «Меланхолия». Никогда до этого техника гравюры не была столь виртуозной. Здесь Дюрер достигает поистине источайшего мастерства, передачи объемов, пространства, предметов, фактур и даже света. Мастерские гравюры переполнены аллегориями и самой разнообразной символикой. Их неоднократно пытались интерпретировать различные теоретики искусства. Однако однозначного понимания замысла художника все еще нет и вряд ли когда-нибудь будет. Большинство исследователей придерживаются мнения, что эти работы являются частями единого замысла, а каждая из них является отражением какой-либо грани высоких стремлений человеческого духа. Тяжелый рыцарь целеустремленно и сосредоточенно шествует верхом на своем коне к виднеющемуся на далекой горе замку. И ход того коня не замедлится, и упорство не будет сломлено. Он не остановится ни перед отталкивающим ликом смерти, указывающей на песочные часы, символ конечности и быстрореченности земного бытия, ни перед искушениями и кознями подстерегающего в пути дьявола. Возможно, что образ был навеян Дюреру книгой писателя и философа эпохи Возрождения Эразма Роттердамского, руководства для воина Христова, и символизирует христианина, несмотря ни на что, следующего своей дорогой к доброветели и главной цели – небесному граду, образ которого воплощает замок, виднеющийся на далекой горной вершине. В простой обстановке кельи трудится святой Ироним. Мягкие лучи солнца, проникающие сквозь окна, освещают пространство комнаты и каждый предмет в ней. В глубине интерьера за письменным столом склонился монах. Ничто не отвлекает его от работы, все овеяно покоем. Даже изображенные на переднем плане собака и лев мирно дремлют рядом, подскрежет пера и шелест бумаги. Все здесь говорит о дающем духовное удовлетворение труде ученого. А вот в окружении самых разнообразных предметов на берегу морского залива замер, подперев голову рукой, задумавшийся ангел. Это меланхолия, самая сложная для анализа из мастерских гравюр. Все, что изобразил Дюрер на этом листе, обладает многоуровневой символикой, над разгадкой которой бьются уже не одно столетие. Попробуем и мы посмотреть на эту гравюру и расшифровать ребус, предложенный Дюрером. Надпись со словом «Меланхолия» мы видим в лапах летучей мыши, в левом верхнем углу листа. Это не только мрачное, тяжелое, подавленное и сосредоточенное вовнутрь себя душевное состояние, в котором явно находится главный персонаж картины. По мнению древних философов, чьи труды читал Альбрехт Дюрер, меланхолия является признаком гениальности личности. К меланхоликам относил себя и сам художник. Поэтому возможно, что фигура ангела является неким условным портретом живописца. На поясе ангела мы видим ключи, символ власти. А у ног в складке платья упал кошелек, символ материального достатка, к которому герой относится явно пренебрежительно. Голову покрывает венок. Исследователи разглядели, что он сплетен из лютиков и водяного кресла, травы, которые в народе считались средством против приступов смертельной тоски. За плечом ангела задремал маленький купидон, а у его ног спит пес. Возможно, все они попали под воздействие меланхолии, утрачив привычную живость и свойственную им подвижность. Лист наполнен разнообразными инструментами. Внизу – это инструменты ремесленника, выше – инструменты ученого. А на самом верхнем уровне предметы должны символизировать интуицию и божественное прозрение или указывать на непознаваемость законов мироздания. На это намекают, например, весы, песочные часы и лестница, ведущая прямо в небеса. Интересно, что Дюрер здесь не изобразил инструменты, связанные с трудом художника. Вы не увидите здесь кистей, палитры, красок. Почему? На этот вопрос у меня нет, как и у многих исследователей творчества Дюрера ответа. Но, пожалуй, самым интересным предметом на этом рисунке является таблица с цифрами, расположенная на стене здания за ангелом. Это так называемый магический квадрат. Дюрер создал и рассчитал его сам. Если вы попробуете сложить числа по любой из вертикальных, горизонтальных или диагональных линий, то всегда получите одну и ту же сумму в итоге – 34. Но и это не главное. Похоже, что все эти числа фиксируют даты или числа, связанные с личными событиями в жизни Альбрехта Дюрера. Так, например, средние цифры нижнего ряда образуют число 1514. Это год создания меланхолии. Однако значение всех кодов квадрата, да и всех смыслов этого графического листа, все еще до конца не расшифровано. Однако общий смысл гравюры все же ясен. Это гений, олицетворяющий муки творчества или неудовлетворенность от ограниченности человеческих возможностей познания. Таким образом, все эти три мастерские гравюры вместе – рассказ об идеале, которому может стремиться человек. И идеал этот воплощают три главные духовные качества – вера, интеллект и творчество. И как говорил сам Дюрер, желание много знать и через это постигнуть истинную сущность всех вещей заложено в нас от природы. Но наш слабый разум не может достигнуть полного совершенства во всех науках истинной мудрости. Это не значит, однако, что нам недоступна всякая мудрость. Если бы мы захотели оточить учением наш ум и упражнялись в этом, мы бы могли, следуя верным путем, искать, учиться, достигать, познавать и приближаться к некой истине, чего и я вам от души желаю. А теперь проверим, что вы запомнили из этого сюжета. Первый вопрос. Как называется художественная эпоха, представителем которой был Альбрехт Дюрер? Второй вопрос. В каком виде изобразительного искусства в большей мере проявился талант Дюрера? И третий вопрос. Какое общее название получили три лучшие гравюры Дюрера, о которых рассказывал этот сюжет? Редактор субтитров А.Семкин